В Воронежской области несколько сотен братских могил и столько же памятников, обелисков, стел и памятных знаков, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны. Среди них есть такие, о существовании которых знают только историки и жители, находящихся рядом микрорайонов. В парке Воронежского агроуниверситета находятся сразу два братских захоронения, номер 18 и номер 19. И это неудивительно. Бои в районе Схи были одними из самых тяжелых в истории Воронежского сражения. Позиции тут не раз переходили из рук в руки, но в конце концов фашисты так и не смогли выбить закрепившихся здесь советских солдат. Во многом нашим бойцам помогли именно здешние леса, скрывавшие их от противника и мешавшие точной работе авиации. Студенческий городок, куда привела нас линия бывшего переднего края, расположен на самой высокой точке северо-восточной части Воронежа. Овладев им, 8 июля гитлеровцы стали быстро закрепляться, используя для обороны массивные каменные здания. С высоты враг просматривал всю окружающую местность и мог наносить удары по нашим войскам в разных направлениях. Уже вечером гитлеровцы просочились к отрожским железнодорожным мостам и попытались захватить их. Чтобы лишить противника важной господствующей высоты, обезопасить отрожские мосты и создать благоприятные условия для дальнейших боев за Воронеж, советское командование, еще до подхода резервных соединений, собрало в единый кулак всеналичные силы и бросило их в контратаку на студенческий городок. В ночь на 10 июля подразделения северной группировки под руководством командира 121-й стрелковой дивизии генерал-майора Зыкова сосредоточились в районе дома отдыха имени Горького и выдвинулись на исходный рубеж. Несколько раньше заняла удобные позиции для атаки южная группировка, возглавляемая командиром 6-й стрелковой дивизии генерал-майором Гришиным. Первые похороны на братской могиле номер 19 прошли 10 июля 1942 года. В тот день занятый фашистами городок сельскохозяйственного института атаковали красноармейцы. С одной стороны на врага наступал сводный полк, который был оперативно собран из небольшого количества выживших бойцов 41-го пограничного полка и двух полков НКВД 233-го и 287-го. Успешно действовали подразделения сводного полка НКВД под командованием подполковника Дюльдина. Красноармейцы батальона майора Харитонова достигли кирпичного завода, проникли в глиняный карьер и стали продвигаться дальше. Фашисты бросились в контратаку. По ним ударили пулеметчики роты старшего лейтенанта Тульникова. Восемь максимов строчили не умолкая. Гитлеровцы были прижаты к земле. Тут подоспела 6-я рота лейтенанта Нехорошко. Ударили по немцам минометы взвода младшего лейтенанта Соседко. Противник был смят и отброшен. На его плечах чекисты ворвались на территорию завода. Противник засел в зданиях и котлованах, а оказывал упорное сопротивление в районе Атрожских мостов. На рассвете следующего дня обе группировки пошли в наступление. Командир роты лейтенант Ларин был тяжело ранен, но остался в строю. Раненый в грудь красноармеец Сухамлин, обливаясь кровью, не выпустил из рук пулемет. Когда погиб командир отделения сержант Кириченко, бойцов возглавил красноармеец Петренко. Солдаты ворвались в окопы обороняющихся и в рукопашной схватке добили уцелевших фашистов. Цепи атакующих настойчиво пробивались к СХИ. Одними из первых проникли в парк, а затем и на улицу Мичуринскую пограничники коммунисты Боровой и Долгов. Отделение сержанта Григория Евтушенко уже действовало в подъезде главного корпуса сельскохозяйственного института. Красноармейцы Леонтий Бузаев, Аветис Якунин, Валенко Оржба, Николай Беляев уничтожили врагов гранатами и очередями из автоматов. В соседнем помещении красноармейцы Николай Ларин и Георгий Коркия схватились в рукопашную с четырьмя гитлеровцами и одолели их. В учебном корпусе засел немецкий пулеменчик. Друзья ростовчане Петр Сорокин и Василий Раковский обошли огневую точку с тыла и забросали ее гранатами. Потом в этом здании сошлись смертельные схватки с целым взводом фашистов русский Иван Молчанов, грузин Саби Бабиашвили и армянин Михаил Тер Симонян. На пути продвижения подразделений 287-го полка НКВД неожиданно ожила огневая точка, находившаяся в трансформаторной будке. Отделение разведчиков сержанта Кутаева блокировало вражеский пулемет и добило его гранатами. В подвалах здания отбитых у противника оказалось много женщин, детей и стариков. Они не успели эвакуироваться и почти трое суток жили на занятой врагом территории. Шныряя по подвалам, фашисты выискивали коммунистов, комсомольцев, преподавателей, отбирали ценные вещи. Теперь, когда пришел час освобождения, жители выбирались из своих убежищ. Они благодарили солдат за избавление от фашистского плена, помогали медицинским работникам эвакуировать и перевязывать раненых. Одной из добровольных помощниц на медпункте 233 полка стала студентка первого курса СХИ по имени Надя. Вместе с врачом Виноградовым и фельдшером Истоминым она выносила с поля боя раненых. Первое время их размещали в холодном подвале. Комсомолка Надя организовала сбор матрасов, одеял, подушек, чтобы согреть бойцов, потерявших много крови. Жители городка делились с ранеными остатками продуктов. Как только сводный полк НКВД и поддерживающие его зенитчиками завязали бои на юго-восточной окраине СХИ, с северной стороны городок атаковали сводные подразделения 121-й стрелковой дивизии. Они выбили фашистов из зданий Лесного института. Враг оказался между молотом и наковальней. Гитлеровцы сначала отчаянно сопротивлялись, потом пытались спастись бегством, однако пути их отступления были отрезаны. Концентрические удары двух наших группировок решили учесть фашистского гарнизона. Враг был наголову разбит. В руки нашего командования попали документы 28-го немецкого пехотного полка. На поле боя гитлеровцы оставили 9 танков, 6 орудий, 9 минометов, 25 пулеметов и другое вооружение и более полторы тысячи убитых. Бой за студенческий городок – первый наступательный бой наших войск в черте Воронежа. Вчерашние защитники города с этого дня взяли на себя роль его освободителей и добились, хотя и не очень значительного, но успеха. Но он достался недешево. Многие бойцы, командиры и политработники погибли. Вечером, когда смолкла перестрелка, воины хоронили убитых. Над двумя свежими могилами, которые были отрыты в центральном парке города, троекратно прогремели прощальные салюты и была произнесена клятва. Воронеж был и будет советским. Не шагу назад. Трусам и паникерам смерть героям слава. После изгнания оккупантов студенческий городок стал местом командных и наблюдательных пунктов, базой снабжения частей переднего края, сосредоточением резервов, перевалочной точкой при эвакуации раненых. Противник днем и ночью бомбил и обстреливал городок, продолжая увеличивать его разрушение. В один из дней, второй половины июля, в схватке с немецкими бомбардировщиками, обессмертила свое имя воронежская комсомолка, наводчик пулеметной установки 4-го зенитного пулеметного полка, красноармеец Лидия Рябцева. Она сразила двух стервятников и погибла от прямого попадания бомбы в установку. Подруги по расчету нашли от Лиды только часть тела и кисти рук, намертво застывшие на рукоятках пулемета. Лидия Рябцева была посмертно награждена орденом Отечественной войны первой степени. Ее именем названа улица. Она навечно занесена в списке рабочего коллектива завода Коминтерна, где до войны работала размечица и являлась комсоргом цеха. Теперь в цехе оборудован специальный уголок, посвященный отважной пулеметчице. Первоначально, согласно архивным документам, останки Лидии Рябцевой были похоронены в братской могиле примерно в 300 метрах восточной химинолаборатории. А после окончания войны их перенесли в братскую могилу номер 19. В братском захоронении номер 18 покоится 134 человека, а в номер 19 – 172. Понятно, что бойцов, погибших на территории Схии, значительно больше. Многие защитники этого микрорайона навсегда остались безымянными. Изначально на могиле номер 19 установили небольшой обелиск, а в 1965 году его заменили на трехметровую скульптуру солдата. Памятник в виде скорбящего бойца в шинели и плащ-палатке с автоматом в правой руке выполнил скульптор Василий Буримов. Справа и слева от постамента на невысоких вертикальных стенках установили мраморные плиты с фамилиями похороненных воинов. В этом же году в парке Схии на братской могиле номер 18 установили четырехметровую бетонную стеллу с барельефом солдата в полный рост. В правой руке он поднял автомат, а на груди солдата – орден славы. У подножия обелиска горизонтально уложены мраморные плиты с фамилиями похороненных воинов. Автор памятника – скульптор Александр Мещеряков. Братская могила номер 19 находится в парке имени Глинки напротив остановки улица Дарвина. Братская могила номер 18 расположена в этом же парке, но ближе к остановке Дендрарий. Продолжение следует... Продолжение следует...